Также есть у нас носилки обыкновенные, скажем так, полужесткие, на которых мы, как правило, выносим людей из леса или из труднодоступных мест. Они раскладываются, носить их довольно-таки много. Мастер-класс по героизму. Именно так можно назвать мероприятие, организованное спасателями для студентов политехнического вуза. Привезли всю технику, находящуюся на вооружении. У каждого предмета здесь своя история. За каждым спасенные человеческие жизни. Водня – это очень большое количество оборудования, за которым надо следить, которые надо постоянно обслуживать. Вот сейчас мы, например, приедем после этого упражнения, еще часа три будем приводить все это в порядок. Оно должно быть обслужено, то есть оно не должно быть грязное, должно быть проверено все заправки, масло, соответственно, топливо и все остальное. С помощью надувного моста и рукава вытаскивают провалившихся под лед. Зимой, особенно такой теплый, это актуально. Почувствовать себя спасателем мог любой желающий. В таком гидрокостюме водолазы погружаются на дно. Когда водолаз одевается, вот такой костюм, надевает груза, груза одевает, значит, акваланг, аппарат отдыхательный надевает на себя и погружается. Он у нас не плавает, он у нас ходит по дну. Привезли спасателей все необходимое для работы на суше. Теория, конечно, хорошо, но практика зрелищнее и воспринимается лучше. Старенькую ладу обесточивают и стабилизируют, чтобы не откатилась в самый неподходящий момент. Затем спасатели используют пневмоподушку и высвобождают условно пострадавшего, застрявшего под колесами. Ситуация, как говорится, не выдуманная, а основанная на реальных событиях. В основном, значит, ребята-спасатели поисково-спасательного отряда очень часто выезжают на дорожно-транспортные происшествия и всегда используют гидравлический инструмент. Без него мы никуда просто не справимся с поставленной задачей. Творение отечественного автопрома вскрывают как консервную банку. На этот раз условно пострадавший зажат внутри. Только в этом году региональные спасатели выезжали на ЧП 544 раза. Из них 60 на дорожные происшествия. Спасти удалось более 20 человек. В политехническом вузе есть и свои спасатели с кафедрой техносферной безопасности. Мастер-класс, пожалуй, проводят именно для них, чтобы знали, с чем придется столкнуться в рабочие будни героя. У нас осталось окончательную аттестацию сейчас сдать. Мы уже прошли все, и психолога прошли, и аттестацию. Сейчас последний экзамен у нас остался. Получим корочки и, возможно, в областной, либо в городской отряд пойдем попасть. Есть масса минусов, но они меня не пугают. Минусов у профессии спасателя действительно много. Опасность, ненормированный рабочий день, большая ответственность. Тем не менее, все они с лихвой перекрываются большим плюсом – спасенными жизнями. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.